Я случайно совершенно попала машинисткой в общество охраны памятников, вот это ВООПИК. И просто набирая очередное письмо там какое-то, которое куда-то к ним поступило или нужно было перепечатать, отправить, я увидела, что вот, значит, принято решение уже тогда, как его звали, с полкома Ленгурсовета, кто-то сносит дома Дельвига. Как-то мне это запало в душу, потому что к Дельвигу были нежные чувства. И я на тот момент уже была знакома, поскольку мы вместе в такой археологической компании были знакомы, а я после класса девятого ездила тоже какие-то экспедиции, да, я знала Серёжу Васильеву, я знала Лёшу Ковалёву, который на тот момент работал в музее Суворова. И я просто с ними поделилась, что вот, представляете, оказывается, собираются сносить дом Дельвига. Ну и понеслось, что называется. А в принципе, если бы я не провалила экзамен, не поступила работа именно в ОПИК и не попала мне в руки именно это письмо, может быть, всё было бы как-то иначе. И мне ещё кажется, что, ну, я не знаю, вот в ОПИК, да, то есть была формальная организация всесоюзная, которая там якобы занималась охраной памятников. Но понятно, что это была такая довольно забюрократизированная структура. Это в основном были такие, ну, тихие, спокойные, интеллигентные люди кабинетные, которым никогда в голову не приходило там, ну, как-то активно выступать там. Ну, вообще, мы, в принципе, были не очень приучены к выступлениям, там, митингам и демонстрациям, да. То есть на самом деле вот эти наши первые выходки уже более масштабные, там, после истории с Англитером и неожиданного вот этого трёхсуточного стояния громадного количества людей на площади, тогда только власть задумалась о том, что нам нужно ввести какой-то регламент проведения митингов, потому что его не существовало. То есть до того момента просто никому, в том числе власти, не приходило в голову, что, возможно, массовая демонстрация, кроме как там 1 мая, 7 ноября, да, и так далее. И, конечно, мы все понимаем, что это уже было не людоедское время, да, 1986 год. Потом ещё мы были такие молодые идиоты. То есть, ну, мне казалось, что не то, что мы такие были бесстрашные, да, но никому из нас в голову не приходило, что, ну, типа нас там могут посадить в тюрьму за это. Да и не посадили бы тогда, я думаю, да, всё-таки времена были другие. Но, строго говоря, мы об этом не очень думали. Да, вот у нас был такой эмоциональный порыв, у нас были свои очень личные отношения с городом. И, кроме того, мы были между собой, ну, мы были товарищами, может быть, не во всём единомышленных, ну, как говорят, там, люди одной группы крови, да, то есть это было содружество ещё. Но это был в данном конкретном случае отчасти случайный выбор, но совпало, потому что дом Делевика, вот, он очень родной, он очень живой, он очень настоящий. Мы вообще никогда не защищали по принципу самый выдающийся, там, да, мы поэтому выбираем его. Это глупости. Когда у тебя личные отношения с городом, да, и с домами тоже, ну, кто-то тебе ближе, как и человек, да, и кто-то, ну, хотя бывало, что мы, там, спасали то, что, может быть, нам было не очень близко, да, ну, так получалось тоже в силу каких-то случайных, случайных сочинений обстоятельств. А дом Делевика, он очень... И потому что Делевик. Хотя, строго говоря, там, исследования разные, что на этом месте, не на этом месте, неважно, да, но вот он был очень живой, он очень простой, настоящий, и вот прям хочется обнять его там, да, ну, вот так вот получилось. И тогда, собственно, да, вот как только мы возникли, находились люди в том же Геопе, там, ещё где-то, которые переживали, собственно, за город, да, там что-то они говорили, что-то говорили, например, люди, которые работают в проектных институтах, и вот у них в работу поступил проект, ну, условно говоря, там, нового строительства на этом месте. Ну, как-то вот какими-то кривыми путями достаточно, потому что так, чтобы заранее анонсировали, такого никогда не было. И вот этот традиционный упрёк, который за нами следует до сих пор, собственно, а где вы были раньше, там, да, говорят, там, те же строители, а что это вы подали на нас в суд, когда мы уже все согласования получили? Ну, как бы, да, мы переадресуем властям этот вопрос, а почему вы не информируете, да, почему мы, собственно, должны рыть, там, землю носом и искать какие-то признаки, и что вот здесь может что-то там начаться? Они всегда были заинтересованы в том, чтобы до последнего скрывать эту информацию. Вот. Потом совершенно на разных уровнях очень много прекрасных специалистов, которые там стали нашими соратниками, да, они формально не входили в группу спасения, но, например, вот дом Достоевского, который удалось спасти на углу Графского переулка и Владимирского, это Владимирский проспект, дом 11. Это, кстати, прекрасный пример того, что спасти можно любой дом. Вот когда нам сейчас говорят, да вы что, там дома 200 лет, подвалы сырые, его невозможно, глупости. Вот там было действительно аховое состояние, там стена, фасадная, у неё крен был, она отошла от вертикали на 20 сантиметров. Там провалилась часть вот этой лестницы внутрь, ну, там было очень плохо, объективно. Но при этом это живой дом, там, с мемориальной квартирой, ну, формально, не мемориально, но неважно, да, и так далее. И тоже было решение о сносе уже. А мы к тому времени контактировали, такой был замечательный человек, как Георгий Арский, очень в годах уже тогда он был, ну, мне он казался глубоким стариком, но у меня тогда этот человек 40 лет мог казаться глубоким стариком. Но я думаю, что ему тогда было уже лет, ну, так за 60 точно, 65. Он специалист очень хороший, он создал альтернативный такой комитет инженерной реставрации и доказывал, ссылаясь на там технологии, цифры, обследования и так далее, что можно сохранить любой дом, для этого надо сделать там тот и тот и тот. И он был сторонником выборочного капремонта, в отличие от комплексного, когда всё уничтожалось. И вот, короче говоря, общаясь с ним уже, мы смогли привлечь специалистов для проведения альтернативных экспертиз. И вот была сделана альтернативная экспертиза, которая доказывала, да, что есть варианты сохранения. Ковалёв попутно там орал, значит, везде, где только можно своим громовым голосом. Мы писали в Минкульт. Минкульт нас поддержал тогда, кстати говоря. И потом ещё там был такой хитрый ход сделан. Я не помню, какого уровня это было решение, но было сказано, что если найдётся способ сохранить... Там как бы заказчикам этого сноса, ну формально тогда до юра заказчика не было, комиссия жил, гор там чего-то вот этого района, жил инспекция или как-то так. Им было сказано, что если удастся сохранить, это из Минкульта, по-моему, такая идея пришла, то часть квартиры вы можете получить для своих сотрудников. Способы нашли. Вот этот способ мы сами подсказали, но они как бы поприветствовали, что называется. Потом мы делали, как всегда, попутно, очень много всяких таких человеческих творческих акций. Там была большая выставка картин зимой на снегу во дворе этого дома, Медьки и тогда ещё там кто-то. А потом была прекрасная экскурсия, которую вёл сотрудник Пушкинского дома, не помню, был ли он тогда уже профессором или позже стал, Сергей Белов. Экскурсия, это была зима, шёл снег по Петербургу-Достоевскому. И на неё собралось около тысячи человек. Экскурсия. И вот мы такой колбасой тянулись, там туда к сеной, туда-сюда, заходили. Причём нас терпели люди, которые жили в коммуналках, связанных там с разными героями, в том числе с Раскольником, вот этот его дом на Гражданской улице. И они нам разрешали подняться и зайти в квартиру. Ну, там, может, не все тысячи человек, там кто-то подастал уже к тому времени, но вот это была вообще тоже такая отдельная интересная штука. Тогда изначально... Почему было легче ещё? Потому что мало того, что мы были молодые, здоровые, а сейчас старые, больные, тогда воздух был другой, да? Тогда люди настолько были напитаны надеждой, и вот этот воздух перемен был, да? И это всё очень легко отзывалось на то, что мы делали. То есть я помню прекрасные лица людей, которые... Ну, на самом деле, да, вот там тысяча человек вышло на Исаакиевскую площадь защищать Англиетер. Причём у никого не было же ни интернета, там ничего, и мы даже листовок не сильно много расклеивали. Ну, и плюс уже была перестройка. Поэтому никаких там особых там репрессий, да? Ну, если не считать, там было смешно, потому что для меня, например, когда Англиетер уже случился, и почему там ко мне было такое особое внимание, потому что я, конечно, ужасно была равном. Ещё раз хотела пойти кидаться в Нью, значит, когда Англиетер снесли. Но даже не потому... Не только потому, что его не стало, а потому что нас обманули. И мне всего, в моей наивности, было тогда совершенно с этой мыслью не смириться. Я думаю, ну как же? Потому что мы там стояли все трое суток, да, в сообществе прекрасных людей, которые приносили нам пледы, там, термосы с чаем. Я помню, театр «Современник» был на гастроли, приходили артисты театра «Современник» нас поддержать, что-то пели под гитару. Ну вот. И я метнулась домой, там, не знаю, условно говоря, переодеться с тем, чтобы вернуться обратно через сколько-то там часов. И нам всем позвонили из Ленгородсполкома. Валентина Ивановна Твенко была тогда за заместителем председателя, курировавшим вопрос культуры и образования, как-то не смешно. Вот. И нам позвонили и сказали, что, слушайте, всё хорошо. Вопрос решён, как бы, да, всё нормально. Не надо... Вот приходите утром беседовать с руководством города. И мы, как дураки, пошли беседовать с руководством города. Причём пошли все, нет, чтобы хоть сообразить токсически какую-то часть условных лидеров, оставить, приглядывать за поляной. Поэтому и я, и Лёша Ковалёв, там ещё, значит, раз. Мы пришли, сидели с Валентиной Ивановной Матвиенко. И пока мы, значит, беседовали, как дураки, значит, с Валентиной Ивановной и прочими товарищами, там подтащили тяжёлую технику, тросы завели, значит, а народ, оставшийся, не понимал, что делать, куда кидаться, не кидаться. Ну, так они тихонько ещё довольно аккуратно, там, с тылу они подходили. В общем, когда мы вышли, на наших глазах это всё рухнуло. Я, значит, стояла просто, значит, под этой пылью. Ну, как там, подогнали войска внутренних войск, ВДшные. Ничего страшного не было, ну, по нынешним временам, да, то есть ни в кого не стреляли. Ну, так, немножко поколошматили, растаскивали. Никого даже Ковалёва забрали в кутузку, но очень ненадолго. А так, чтобы вот массово кого-то винтили, там, развозили, придавали срока, такого не было вообще в то время. Ну, вот, и я, значит, обливаясь там слезами, стою, там, понимаете, пыль оседает, и я рыдаю, думаю, ну, как же так, вот, как вообще, вот нас обманули, как теперь жить, и так далее. Вообще ничего не хочу, пойду снова в него топиться. Ну, вот, и тут выскакивает Ковалёв, по-моему, того же чуть ли не на этой же буханке его привезли обратно. Выскакивает Ковалёв, который, значит, находит тут же какой-то ящик, который стоит на земле, вскакивает на него, значит, выкинув по Ленинске, говорю, товарищи, борьба не окончена, всё только начинается. Я говорю, ну, в общем, да. И я, значит, утерев свои слёзы и сопли, села и решила, что я должна хронику зафиксировать. Я там попутно писала, если это какие-то дневники, что происходило, как там это развивалось. И, в общем, я этот свой дневник, распечатывая привычным жестом на машинке, там, под шестой не читаем экземпляр через копирку, я решила, я это буду раздавать людям. Вот пускай знают, как всё было и что происходило, какие-то документы, какие-то диалоги. И мне казалось неприличным, поскольку, чтобы... Ну, это не должно быть анонимно. Я везде, честно, на каждом экземпляре писала фамилии, имя, отчество, телефон и домашний адрес. Ну, вот. И, значит, несла это в массы. У меня потом старший товарищ такой, уже, к сожалению, ушедший, журналист газеты «Известия», он был тогда заведующим, собственно, корпунктом «Известия» Анатолий Степанович Ежелев, который к нам очень нежно относился, и он представлял такое прогрессивное крыло. И, я так понимаю, у него была за спиной очень хорошая поддержка прогрессивного крыла ЦК, Политбюро, кто там. Ну, в общем, такие прогребачевские люди. И он мне в какой-то вот из этих дней говорит, «Таня, что вы наделали?» А у меня был дипломный год, я заканчивала журфак, я говорю, «Что я наделала?» Он говорит, «Вы знаете, что сегодня было седание обкома партии, они обсуждали ваш дневник». И мне стало так смешно, потому что, во-первых, потому что этим серьезным, пузатым людям нечего делать больше, как обсуждать, повестку включать, вот это все. Я стала смеяться. Он говорит, «Что вы смеетесь-то?» Он говорит, «Вообще ничего смешного». Он говорит, «Ну ладно, вы там это все написали. Зачем нам было подписывать адрес, телефон?» Я говорю, «Ну а как, я же не анонимки шлю, я по-честному». Он говорит, «Ну отлично». Он говорит, «Только они вынесли какое-то решение, что, типа, таким не место в советской журналистике». Ну, не советской уже тогда, но в общем. И мне такая тетя в деканате, которая курировала там нас, она тоже меня вызвала, и заваливала шепотом, говорит, «Таня, что вы, что вы, что вы, что вы, что вы, что происходит?» Говорит, «Вы пришли в индийском комбайн, которые, значит, потребовали все ваши работы с первого курса, какие-то контрольные, курсовые». Мне тоже опять стало смешно. В общем, ну, действительно, мы не догоняли, что как-то может что-то вот серьезное за это быть. Ну вот, она говорит, ну и вот потом они появились еще раз, сказали, что ну вот делать еще хотите, но чтобы диплом она не получила. Ну вот как бы это, собственно, было... И я его получила все-таки все равно. Но это была вот единственная попытка репрессий там в отношении... По отношению ко мне, например, да. Ну да, я говорю, нас иногда, ну там забирали в милицию. Ну, по-моему, даже вот особенно долго в неделю... У нас было за... Когда пытались не дать снести дома на разночинные, там взяли несколько человек, которые ночевали в Кутузке точно одну ночь, а может быть чуть больше вот это вот. Потом я немножко отвлеклась на карабахские события, которые как-то меня лично тоже... Вот тогда, кстати, был... Тогда уже КГБ очень серьезно занималась. И со мной, я помню, беседовал один человек, весьма вроде как даже дружелюбно, ну так он демонстрировал дружелюбие. И он говорит, слушай, ну я там вот сака всей симпатии там, да, ну вот не делайте нескольких вещей. Вот говорилось, что касалось городозащитных деятельностей. Не лезьте на кладбище, потому что это опасно с точки зрения, ну такой кладбищенской мафии. Потому что мы пытались тоже там какие-то... Тогда же очень довольно распространено было мародерство на кладбищах, да, вот особенно лютеранской, смоленской и так далее. И у нас были такие шальные прекрасные мысли, что мы по ночам будем там дежурить, значит, устраивать засады, там, значит, вот это вот. И он сказал, вот это вот, ну, не по линии КГБ, даже так просто, вот это очень опасно, да, вот по этим причинам. Своя мафия, они все держат, и вам просто башку отвернут, и концов не найдут. Вторую очередь он советовал еще. А такая же была мафия, ну не такая же, но тоже была своя история, связанная с домами, которые идут на капремонт, потому что мы тоже, ну когда мы знали, что вот какой-то дом с очень хорошими интерьерами, богатыми даже, я бы сказала, уже расселен, а там какие-нибудь ванны на львиных лапах еще стоят, а там прекрасные какие-то книжные шкафы красного дерева, шпингалеты, значит, медные, бронзовые на окнах. И мы тоже там одно время как-то пытались дежурить. Ну, во-первых, везде не надежуришься, у нас там полтора человека, да. Ну вот, и вот это тоже, я вам скажу, что там тоже есть свои ребята, которые отслеживают, кто когда съехал, они все это в антикварку несут, вот тоже там как бы не очень. Еще, значит, этим дядечкой было сказано, что мы не лезли, не занимались церквями. Нам сейчас, конечно, очень приятно всем вспоминать, как мы, значит, помогали вернуть себе храмы. Потому что, собственно, ну вот на Владимирской площади храма там сидела какая-то контора, закрытый ящик, не помню, как его звали, военприбор, там что-то такое. И был вполне себе жив Лев Николаевич Гумилев, который жил на Московской, на Большой. И мы вот с Львом Николаевичем было создана 20-ка инициативно, подавали документы на возвращение храма верующим и добились, собственно говоря. А и Муринская церковь, там были какие-то мастерские с гипсовыми головами Ленина в большом количестве. И, в общем, мы там тоже начинали какие-то проводить субботники, какие-то централизованные штуки, потом помогали там какие-то черные работы делать, когда реставрация началась уже. Ну вот, и да, ну вот, значит, на тот момент был совет, что типа вот в эти вот вопросы с церковью и совсем, значит, тоже лезть не надо. Тогда были расклады другие у КГБ совершенно. Я просто, ну, тоже часто и сама думаю, когда было сложнее, когда там тяжелее, проще. Наверное, был тяжелый период, вот начало, ну, такой, потому что было много денег у бизнеса, соответственно, он очень более агрессивно наступал. И просто масштаб был очень большой. Да, мы не успевали там своей горской, там, из полутора десятков человек, вот даже отслеживать все это было не успевать. Иногда, ну, все равно, мне кажется, очень многие вещи удались, потому что, ну, такие даже стратегические, может быть. Я помню, например, при Валентине Вадне еще была разработана новая версия высотного регламента для Петербурга. Так формально вроде все там было очень хорошо, но потом застройщики стали ходить и каждый по своему участку договариваться. И в законе была тоже такая очень хитрая лакуна, что вот да, вот высотный регламент такой-то, но могут быть сделаны локальные исключения для локальных доминантов. То есть, ну, грубо говоря, вот есть территория, для которой выше там 20 метров строить нельзя. Но могут быть локальные доминанты, там, сколько ни написано. И дальше, значит, застройщики идут и говорят, а давайте у нас вот здесь будет локальная доминанта. И такой прекрасный человек, вице-губернатор Вахмистров, когда был, курировал, значит, этот сегмент, и у нас получилось, по-моему, больше 300 локальных доминантов. Исключений. Ну вот. И что мы сделали? Мы попросили специалистов, значит, и такой был, по-моему, даже не один, несколько разворотов в новой газете. Мы попросили смоделировать, что будет, если будут реализованы вот эти прекрасные заносы. Потому что только кажется, что, например, если небоскрёб стоит там условно на площади Конституции, его не видно из центра, его очень хорошо видно. И мы, собственно, вот с этой прекрасной Газпромовской историей наблюдаем сейчас её в панораме Петропавловской крепости, но где ещё, потому что она в Лахте. Это очень далеко. И вроде всё уже было на мази. Но мы смоделировали, показали, что вот если вот здесь разрешите, то адмиралтисты будут выглядеть вот так. И показали картинку. Причём это был честный расчёт, это не был никакой там монтаж, а просто вот честный, математическо-архитектурный как бы такой вот, значит, моделирование. И Валентина Валяна, тогда тебе должен, она всё-таки умела реагировать в каких-то ситуациях должным образом. И когда она увидела вот это вот, она завернула эту историю. Ну, там, если говорить о группе спасения, ничего, Лёша Ковалёв, да, он там, какой он срок мотает, как депутат, опять, не помню, 6-й там или какой-то. Ну, да, там он по этой линии делает свою борьбуческую борьбу. Там Серёжа Васильев работает его помощником, и тоже 33 дела как бы на нём. Паш Никонов, как был архитектором, так он и есть архитектор. У нас и было-то не так много, да, но у кого-то там дети, внуки. То есть, ну, строго говоря, группы спасения как таковой нету. Во-первых, это всё-таки союз близких мне людей, да, и это наше дружество такое вот, не будет лицейское, нелицейское, ну, как бы, да, вот что-то такое похожее, близкое есть. Во-вторых, нам всё-таки удалось предотвратить многие нехорошие для города вещи, спасти какие-то дома, которые стоят до сих пор, да, и как-то, ну, когда ты идёшь, и ты видишь, что стоит дом Делиуга, ты можешь обняться с домом Достоевского. Там 8 лет жизни стоило добиться того, чтобы не застраивали Лопухинский сад, и когда-то там прихожу, и там по-прежнему берег незабранный, живой, да, и там пацан стоит, уклейка улудит, значит. Ну, как-то вроде не зря жизнь прожил, уже хотя бы-то поэтому. Ну вот. Мы заложили всё-таки основу для того, чтобы спустя какое-то время власть, ну, она стала считаться с градозащитниками, да. И вот нам по-хорошему завидуют во многих там городах наша необъятная родина, что мы, ну, всё-таки, да, вот какая-никакая есть рабочая группа, которая вхожа в Смольный. Там я понимаю, что иногда это такие игры и видимость, да, там, что с нами какой-то диалог, но, тем не менее, что-то удается отбить, да, там, пускай это 10% из того, чего бы хотелось, но что-то удается. Потому что, собственно, ну, и эта группа Сокурова, которая сейчас есть, да, там она возникла ещё при Валетении Иване Матвиенко, но она тоже была на тех дрожжах. То есть мы заставили власть считаться всё-таки. Я не обольщаюсь, да, я прекрасно понимаю, что в каких-то случаях не прокатывает вообще ничего. Мне кажется, что, может быть, какая-то польза ещё в том, что мы людям показали, что они могут делать такие вещи, да, потому что кроме там, ну, формально каких-то членов ВАПИК или живого города ещё кого-то, есть люди сами по себе, которые, например, там, в суде защищают свой дом. То есть мне кажется, вот уже, ну, какие-то гигиенические процедуры, которым горожане приучились, да, там, что за домом надо ухаживать, там, нельзя позволять его там надстраивать трёхэтажные мансарды, там, ещё чего-то, да, вот. Я помню, что когда вот после Англитера, да, я пришла на работу, а у меня был такой прекрасный, интеллигеннейший человек, наш руководитель Лев Павлович Тихонов. И тут я прихожу на работу, а его тоже куда-то вызвали, на ковёр из-за меня. И он так смотрит, я говорю, Лев Павлович, ну, извините, пожалуйста, что у вас неприятности из-за меня. Он говорит, Татьяна Ивановна, мне, знаете, вот сейчас хочется больше всего заснуть литургическим сном года на два, чтобы вот года через два проснуться, и уже вот этого ничего не было. Ну, это он ошибся, значит, по части года два-три. Лев Павлович Тихонов